Хей! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами ваш друг Бабай. Кодзима гений! Именно эту фразу можно услышать во всех краях интернета, даже от тех, кто вообще не играл ни в одной серии Metal Gear или хотя бы просто из-за игр Кодзимы. Так уж вышло, что всё это превратилось в своеобразный мемчик, особенно после того конфликта с Канами, откуда Кодзима вышел победителем и любимчика народа, а Канами все покрыли помоями и говном. На счету этого похотливого бурято достаточно продуктов, в создании которых он принимал участие, начиная от игры про пингвинчиков и заканчивая Death Stranding. Однако большую часть своей карьеры Кодзима занимался разработкой серии игр Metal Gear. Именно эта серия и принесла ему славу, баб, кокс, хлеб, зпп и кучу других ништяков. Поэтому я решил, что не пожалею своего времени и потрачу кусочек жизни на изучении серии Metal Gear. К слову, изучать мы будем именно каноническую часть серии, а насчет того, какая часть канон, какая не канон, я прошу дорогих подписчиков отписаться в комментариях. В данном ролике мы будем с вами рассматривать самую первую часть Metal Gear, которая вышла еще в 1987 году на MSX. Да-да, вот на этой непонятной залупе, кстати, выбор этой платформы очень сильно сказался на самой игре. Так как MSX 2 убога железом и не тянула графонии со спецэффектами, Кодзима не мог сделать их шониевый шутан. Поэтому концепция кардинально изменилась и Metal Gear стал игрой жанра стелс, где надо ходить тихо, ныкаться и вообще не триггери врагов. Стрелять по тебе же, блять, будут, а это лишняя нагрузка на систему, ведь все сгорит нахуй вместе с твоим домом, собакой, котом, слоной, женой и заначкой чеченского кокаина под подушкой. И да, Metal Gear это не первая игра в жанре стелс, для тех, кто не знал. Первой игрой, в которой нам надо было тихо убивать людей, это замок Wolfenstein. Такой маленький ликбез. Кстати, сейчас полноценно сыграть первый Metal Gear мы можем либо через эмуляторы, либо через особое издание Metal Gear Solid 3 Subsistence, внутрь которого вшиты первые две игры для MSX. И именно последним вариантом мы с вами сегодня и воспользуемся, благо у меня есть официальный сборник Metal Gear для PlayStation 3. В данном издании, когда мы начинаем игру, нам предлагают два варианта сложности. Легкий и оригинал. Игра началась, и мы видим маленькую катсцену, где главному герою Solid Snake'у звонит его босс, Биг Босс. Это Биг Босс, операция вторжения номер 313, проникни на базу, на оружийный рай и уничтожь ультимативное оружие Metal Gear. В первую очередь давай пройдемся по деталям, свяжись с серым листом и установи местоположение Metal Gear. И впредь давай использовать частоту 12085 для коммуникаций. Конец связи. То, что вы сейчас увидели, тут будет происходить довольно-таки часто, так как звонки другим персонажам во время игры будут давать нам порой разную полезную инфу. Начиная от того, как лечиться и заканчивая, как дрочиться. Не, не дрочиться. Мы чутка бегаем на месте, пробуем управление, а затем нам снова звонит Биг Босс и заявляет, что данное задание требует скрытности и просит нас не шуметь и не попадаться противнику на глаза. Так что прижали очко к полу и поползли, а то привыкли, знаешь ли, свои контры играть, да боевики устраивать. В Metal Gear такая хуйня, между прочим, блять, не прокатит, да еще вам и защик удаст. Кстати, привыкайте к местному саундтреку, а конкретно к этой мелодии. Она будет здесь звучать почти все время, пока вы проходите эту игру. Вы настолько привыкнете к этой композиции, что она из саундтрека Metal Gear превратится в саундтрек вашей жизни. А теперь давайте поговорим о боевой системе и самом стелсе. Работают они нормально. Наша задача подходить к врагам сзади и бить их нашими руками. Также можно выцеплять врагов из-за угла или просто проходить мимо. К слову, в то время еще не было такого понятия, как ходить в игре на карачках или ползать. Так что нам вполне достаточно просто не появляться противнику на глаза. Это работает как надо, а мне большего и не нужно. Кстати, огнестрел мы тоже можем использовать, но от шума выстрела сразу же сработает тревога, на которой слетятся враги. И тут мы можем либо съебаться куда-нибудь, что весьма сложно, либо банально перебить всех врагов. Что по сути даже проще, особенно если у вас есть оружие. Огнестрел не нужно использовать при стелсе, а вот во время стычек вам им пользоваться никто не запрещает. Благо его использование никак не влияет на длительность работы тревоги. Так что если случилась работка, то ну что поделать, придется доставать ствол. Кстати, если вы ранен, то можете быстро вылечиться, скушая рпшку. Иронично. Периодически мы будем собирать тут всякий полезный стафф, который рано или поздно пригодится нам по ходу игры. И этого стаффа будет просто дохуя. Посмотрите на данный экран, это наш инвентарь. И да, он будет заполнен весь. И все бы ничего, но дело в том, что многие предметы будут актуальны вплоть до конца игры. Особенно это касается данных ебучих, сука, блять, карточек ротахебал. Дело в том, что данные карточки открывают двери, но какая карточка какую дверь открывает, неизвестно. Так что вам порой действительно придется долбиться хуем в каждую дверь, дабы узнать, откроется она или нет. С одной карточкой это проблематично. С двумя еще хуже. С тремя вообще пиздец. Но, внимание, знаете сколько всего таких карт в игре? Восемь штук. Восемь ебаных карт, которые нам надо перебирать, дабы понять, какая карта какую дверь открывает. А этих дверей на этом ебаном, блять, Аутер Хевен просто дохуя. Вам буквально надо запоминать, какая карта какую дверь открывает. Кстати, инвентарь тут тоже немного через жопу работает, но об этом буквально через минуту. В какой-то момент мы заходим в комнату и нам звонит Биг Босс. Снейк, я хотел тебе сказать, что для газовой комнаты тебе нужен противогаз. А то задохнешься и помнешь, как жиды в газенвак. Короче, Шнайдер, лидер Копротивления, расскажет тебе, как найти маску. Конец связи. Ой, как мило с вашей стороны, господин большой начальник. Вашу заботу аршином не измеришь. Вот только есть одно «но». Я уже стою и дышу здесь, блять, ебаным газом в этой, блять, газовой камере комнате. Спасибо за вашу своевременность, господин начальник. Находим противогаз, возвращаемся в газовую комнату и тут скрывается косожопость нашего инвентаря. Надеваем противогаз и бежим к двери. Чтобы открыть дверь, нам нужно взять карточку, но тут беда. Мы натыкаемся на маленькую проблему. Мы уже используем противогаз. Движок игры не позволяет использовать два предмета одновременно. Поэтому мы снимаем противогаз, берем в руки карточку и открываем дверь. По сути, это секундное дело, но мы успеваем получить урон. Незначительный, но все же. Кто-то скажет, не беда, капельку урона, бомбить не стоит, но внимание. Учитывайте то, что карт у нас будет все больше и больше. А такие локации с газом будут попадаться. И порой, пока мы будем перебирать эти ебучие карточки, Снейк сдохнет. Снейк это твой начальник. Забылте сказать, что отключить электрический пол можно только уничтожить панель управления. Чебе нужны самонаводящиеся ракеты, а чтобы узнать, Диане, тебе надо позвонить сюда... Бррррррррр, ты не мог мне раньше сказать, пидарат забычай. Вообще, будьте готовы бегать туда-сюда в поисках всяких предметов. Игра происходит в Outer Heaven, в котором мы можем бегать куда захотим и когда захотим. Да, многие двери закрыты, но игра спокойно позволяет нам искать способы проникновения в труднодоступные локации. В первый момент у меня вообще было ощущение, что я играю в первый Resident Evil, так как перемещение между локациями и манера подачи контента очень похоже. А вот это самая знаменитая коробка, которая превратилась в одну из фишек серии. В данной игре она работает предельно просто, мы можем находиться в коробке и не двигаться, и пока мы будем данные действия совершать, враг нас не видит вообще. Полезная штука, между прочим, можно спокойно за мальчиками в душе подглядывать. Кстати, сейчас многие спросят, а что насчет сюжета? Ты обычно рассказываешь о своем прогрессе в игре и описываешь свое прохождение. Но буду с вами честен, этим я сейчас и занимаюсь. В первый час игры я бегал, изучал игру, находил всякие ништяки, открывал новые локации и умирал. Тем более, учитывайте, что эта игра достаточно старая, и на всякие катсцены, эпичные диалоги, твисты мы особо не рассчитываем. 99% нашего игрового времени занимает геймплей, и не более того. Сюжет у меня продвинулся лишь после первого часа игры. Нас поймали и взяли в плен, дабы потом надругаться. В тюрьме мы находим Грей Фокса, которого нас просил найти Биг Босс в начале игры. Грей Фокс нам рассказывает, что Метал Гир это ходячий боевой танк, который может стрелять ядерными боеголовками с любой точки планеты. Именно поэтому нам надо срочно уничтожить его, пока не случилось чего плохого. И единственный, кто знает, как уничтожить Метал Гир, это создатель Метал Гира, доктор Драга Петрович Маднар, который тоже находится в заточении где-то на этой базе. Послушав эту охуительную инфу, мы бежим из тюрячки и нарываемся на первого босса. К слову, боссы здесь несложные, вот прям вообще несложные. Почти все убиваются одинаково и легко, с помощью самонаводящихся ракет. При условии, что они у вас есть, само собой. Хотя есть некоторые исключения, но о них потом. После побега из тюрьмы, забираемся на крышу и ловим от бигбосса звоночек. Снейк, я короче опять забыл тебе кое-что сказать. На крыше сильный ветер, сквозь зняк, как говорится. Так что найди себе спешл костюм, чтобы нормально по крыше сходить. Покеда. Костюм, кстати, находится в той самой тюрьме, из которой мы только что сбежали. Ха-ха. Берем костюм и заодно находим парашют. Он понадобится нам в дальнейшем. Во время поиска парашюта, к слову, мы нарываемся на второго босса в этой игре. ПУЛЕМЕРТНЫЙ ПАТАН. Ебем его ракетами и бежим на крышу. На крыше нас ожидают враги и летающие пидоры, которых хрен отстелсишь. И они при любом раскладе палят тебя. Так что их проще пробежать и нарваться на следующего противника. ВЕРТОЛЁТ. И тут сразу же стоит добавить, что всего нас ожидает три подобных противника за всю игру. Из-за полноценных боссов они в принципе не считаются, так что их будем ласково называть полубосики. Моя первая встреча с таким полубосиком окончилась плачевно. Я потратил на него всё своё оружие, а ему хоть хером по губам. Проблема была в том, что подобных врагов нужно убивать лишь определённым оружием. Допустим, тут нам надо иметь на руках гранатомёт. И если данного оружия у нас нет, то всё, что нам остаётся, это съебаться от него и искать оружие. Да, и никак по-другому. В этом плане игра крайне бескомпромиссная и подобно накачанному гуталину в тюрячке, который склоняет вас к оральному сексу. Выбора нет и никак иначе. Гранатомёт находится в комнате с ебанутыми стрелками, которые беспорядочно бегают по комнате и стреляют во все стороны. Прям-таки чеченская свадьба. Хе-хе. Подбираем оружие и бежим обратно. С гранатомётом дела становятся намного легче. Стоим в безопасной зоне, убиваем ублюдка и попиваем чай, аристократично оттопырив кхуй. Забавный момент. После битвы я забыл надеть парашют и с криком «Уебался об землю». На второй раз я уже подготовился и мягонько приземлился, однако проблемы не закончились. В какой-то момент я залез в грузовик, в поисках предметов и игра зависла. Вот тут я реально подгорел, кстати. В данной версии игры мы, конечно, можем сохраняться, нам дали такую возможность, но я рассчитывал то, что как нормальный такой пацан пройду игру за один присест за день и обойдусь без сохранений, однако игра мне ласково сказала Увы, но выбора не было. Пришлось на следующий день по фасту заспидранить данный кусок игры. После моего спидрана меня ожидала пробежка по пустыне и у вороты от снарядов полубосса танка. И тут я вам советую присесть и положить что-нибудь охладительное под ваш сральник. Данного полубосса можно убить лишь минами, которые мы должны класть ему под колеса. Однако я потратил все мины, а он все еще жив, хотя и было видно, что он получает урон. И теперь вопрос, как же его тогда победить? Кто-то скажет, может надо класть по одной мине, кто-то скажет, а может еще и гранатометом добить? Однако ответ оказался совершенно иным. Мы делали все правильно, однако нам нужно чуть больше мин. Мы смогли бы сбегать назад и взять их грузовике, но, увы, нельзя, так как жизни танка будут полностью восстановлены. И тут пришло время открыть вам еще одну механику игры, которая здесь есть. Как вы уже успели заметить, мы можем освобождать заложников, которые иногда говорят нам полезную инфу. Но помимо этого, после каждой пятерки спасенных заложников нам повышают ранг, отчего у нас становится больше жизни и мы можем таскать с собой больше боеприпасов. И тут вы уже чуете новый бескомпромиссный момент, где игра вводит вам версальским договором по губам. Если вы пришли на битву с танком и у вас нет хотя бы третьего ранга, то прижимайте ваши нарезные к земле и валите обратно на базу искать заложников. Игра снова не дает вам никакого выбора, только третий ранг, только минами. И больше никак. В итоге мы побеждаем танк и заходим внутрь второй части базы. Не успеваем мы насладиться новой локацией, классными стенками, уебанными солдатами и ароматными армейскими портянками, как на нас нападает полубосс-бульдозер внутри базы, внутри узкого коридора. Короче, главное его вовремя говном закидать и не дать себя задавить. Сложности тут почти нет, главное не затупить, как я поступил в первый раз. Освобождаем очередного заложника и он говорит нам, что доктора Магнара гачемучат внизу в подземельях. Однако на месте оказывается, что это ловушка и в подземельях сидел лжемагнар, который надеялся забрать нас с собой в ад нахуй. И тут же нам попадается ебучий босс-огнеметчик, которым мы быстро размазываем ракетами, словно черкаш по стенке туалета. Чуть позже находим уже настоящего Магнара, который нам заявляет «У этих педалургов моя дочь, найди мою дочь, и тогда я скажу, как победить Metal Gear». А пока я буду стоять тут и нихуя не делать, буду стоять связанной, понял, то что соси хуй. Солид Снейк пизду спасать мою дочь, понял? Проходим ёбаный ад с гуковскими ловушками и находим эту сраную цыганку-дочку Магнара. Спасибо, мой герой! Пошла нахуй! Магнар рассказывает нам, что Metal Gear находится в другом здании на 100 этажей вниз под землю, то есть очень глубоко. И единственный способ уничтожить Metal Gear, это хуярить ему по ногам, взрывчаткой. Причем бить надо в определенной последовательности, кстати, почему это не особо объясняется, иначе урон банально не будет наноситься. Так что если вдруг захотите сыграть в игру, то эту последовательность лучше заранее записывайте на бумажку, иначе проебёте все полимеры и вас посадят в жопы в тазик. Один из заложников говорит нам чистоту еще одного персонажа, Дженнифер. Но оказывается она чьи свэшницы и ответит нам только если мы будем максимального ранга. В случае удачного звонка она в одной из комнат заспаунит нам кошерную ракетницу, которую тоже можно юзать для опиздюливания Metal Gear. Кстати, с помощью этой ракетницы мы еще захуярим здесь местных непобедимых каких-то уебанов, которые охраняют ключик. И пора нам наконец навестить последнюю часть Аутер Хевена, однако до этой части базы мы можем добраться только если у нас на руках будет компас и антидот от яда. Компас нужен, чтобы не заблудиться, а антидот нужен, чтобы вылечиться от яда скорпионов, которые набрасываются на нас как подростки на пьяную несовершеннолетнюю девочку из Тусента. Добираемся до здания, и тут Биг Босса начинает конаёбить не по-детски. Он дает нам вредные советы, которые, ну, вообще нихуя не помогают. Например, сесть в грузовик, который отвозит нас чуть ли не в начало игры. Так что с этого момента лучше полагаться на себя, отца, сына и святого духа. А если вы атеист, то идите вы нахуй, короче. Спускаемся в самый низ, и по наводке Дженнифер взрываем стену, где лежит баллон с воздухом. Зачем он нам, спросите вы? А чтоб вернуться в предыдущее здание, используя баллон проплыть под водой, почти узнать какую-то охуительную новость от бесполезного Шнайдера, и убить босса по кличке Пидорас. После убийства мы получаем последний ключ и странный совет от одного из заложников. Когда будешь бежать, используй левую лестницу, лестницу, лестницу. Наркоман ёбаный. Возвращаемся в подземелье и узнаем страшную тайну. Босс внешнего рая, это командующий лисьим отрядом Биг Босс. Он стоит за всем этим, не дай ему себя наебать. И это так и есть, дорогие друзья. Биг Босс наш враг. Вот так, неожиданный поворот. Прямо-таки настоящий твист. Стоит нам продолжить идти дальше в сторону Метал Гиры, как вдруг нам звонит Биг Босс. Это Биг Босс Солид Снейк. Отмена задания. Немеренно возвращай свою сраку сюда. Это приказ. Выключи питание у своей, блять, говёной приставочки и выходи. Давай, конец связи. К слову, вот-вот произойдёт конец игры. И нам осталось только пройти коридор и несколько ловушек. Однако и тут игра успела знатно, так знаете, подъебать нас. Ну, так знаете, поводить членом нам, блять, дедовским поляшкам. Суть в том, что у меня почти кончились жизни и больше нету порций рациона. И чтобы дойти до Метал Гира, мне осталось всего лишь пройти коридор с электрическим полом. Однако тут никаких переключателей нет. Внезапно происходит звонок. Это Дженнифер. Просто беги через это электричество. Пока у тебя есть порции рациона, всё будет very, very good. Конец связи. Однако у меня нет порции рациона. И чтобы его получить, мне надо пиздовать обратно. Тонкая игра. Очень тонко. Прямо так же тонко, как изнасилование с пидозным бомжом. И совместное поедание его подзалопной брынзы с хлебом. Это так же тонко, как если бы ко мне подошёл бы Путин и, вскинув ногу, заорал бы Арпеджио. Спасибо, проиграл. Очень тонко. Мы доходим до Метал Гира, и если у вас осталась бумажка, записанная на ней последовательность убийства ног, то всё будет хорошо. Метал Гир сгрызается как семечко и включается в систему самоуничтожения базы. Мы уносим наши ноги, но тут нам по пути встаёт тот самый Биг Босс, который рассказывает нам, зачем и нахуя он направил нас сюда. Сулит Снейк, я тебя ждал. Я главнокомандующий лисьего отряда и лидер крепости внешний рай Биг Босс. Я дал это задание тебе, новичку. Думаю, что смогу использовать тебя, дабы обмануть весь мир. Но ты преуспел и зашёл слишком далеко, Сулит Снейк. Я не погибну. Один. Я заберу тебя с собой в ад. Приготовься умереть. Дорогие зрители, тут я вам советую приготовиться, ибо нас ждёт эпичная финальная схватка между Сулитом Снейком и Биг Боссом. Я не буду ничего вырезать и покажу вам, как всё было на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Вау, после такой драки битва Джатары и того пидора из Сумерек и в подмётке не годится данному файту. После битвы последним испытанием остаётся правильный выбор лестницы, которая ведёт наверх. Но какая же из них нам нужна? Минутку. Когда будешь бежать, используй левую лестницу, 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 лестницу. Ох, мать моя, ползи, 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 давай, поднимайся, 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 давай, 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 давай. В конце нам показывают взрыв, и Сулит Снейк докладывает своему начальству. Это Сулит Снейк, и я официально заявляю, что... Ёбаный рот! Это вот... Outer Heaven. До скорого. После титров, само собой, нам показывают маленькую катсценку, где Биг Босс ворчит на Сулит Снейка и говорит, что уж в следующий раз он его дерганёт за анус. Причём, как следует дерганёт. Ну-с, и какие выводы мы можем сделать, пройдя эту часть? Metal Gear является самой первой игрой из этого цикла, однако именно отсюда многие фишки и перекочевали во все остальные игры серии. Несмотря на то, что это была чуть ли не проба пера, игра идеальна. Да, тут есть минусы, но они касаются в основном технической части игры. Всё-таки не забываем, что игра сделана для MSX. А в остальном всё просто замечательно. Игра разнообразна, в нас помещают совершенно разные игровые ситуации, вплоть до конца игры. Да и к тому же тут есть сюжет, который по тем временам был просто изумителен. Ведь большинство игр нас мотивировало лишь тем, что вот мир в спаса... спасасности... Всё, иди спасай мир, и в конце тебе ты спасёшь свою принцессу, но она кажется трапом в другом замке, вот. Я рад всё-таки то, что собрался и прошёл эту игру. Если среди вас есть люди, которые тоже прошли данную часть, то прошу высказаться насчёт неё в комментариях. Однако, хоть Metal Gear и пройден, не время расслабляться, так как это была всё-таки всего лишь одна часть. Обзор на следующую же часть будет, по моим подсчётам, где-то к 10-15 числу, примерно. Так что ждите, дорогие друзья, ещё увидимся.